МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуй, главная новость прошедшего сегодня собрания депутатов состояла в том, что они отказались обсуждать и сняли с повестки вопрос о работе городского общественного транспорта. Подробнее у Евгении Жутовой. По данным регистрации на заседании Думы города прибыло 25 из 20 депутатов. Следовательно, заседание правомощных. На апрельском заседании Думы речь могла пойти о повышении цен на проезд в трамваях и автобусах с 1 мая. Состояние пассажирского транспорта в Бийске, о несостоявшихся тендерах на перевозке по сезонным садовым маршрутам. Однако обсуждение не случилось. Еще накануне вечером перед заседанием вопрос в повестке стоял. Был в зале и докладчик Александр Сирин, начальник отдела энергетики, транспорта и связи. Но депутаты проголосовали против обсуждения. Из примечательного обсудили внесение изменений в генплан Бийска, рекомендованных комиссии по землепользованию и застройке. А именно исключение участка под развалинами кинотеатра Алтай из общей деловой и отнесение его к зоне застройки среднеэтажными жилыми домами, то есть не выше восьми этажей. Большинство вопросов в повестке апрельского заседания Думы носили технический характер. Но все же один из них, по сути, касался мнения сотен горожан. Название парков и скверов Бийска. И если с переименованием сквера на АБ и сквера имени Героя Советского Союза Юрия Гагарина полемики не возникло, то вот с тем, что новый парк на Зеленом Хлине называют Прибрежным, не согласился Анатолий Чуй. Потому что данное название не отражает суть этого парка и приводит к путанице. Большинство депутатов с возражениями председателя Комитета Думы по законности и местному самоуправлению не согласились. И большинством проголосовали за официальное и документальное переименование трех городских зеленых зон. Евгения Ежутова, Илья Питков, Будни. Ведущий аграрно-индустриальный регион, ориентированный на экспорт. Таким видит будущее Алтайского края губернатор Виктор Томенко. Об этом он заявил в рамках отчета о работе правительства региона в 2023 году. Это уже третий отчет Виктора Петровича, ознаменовавший начало его второй пятилетки у руля региона. Подробнее в сюжете. Растем по всем показателям. Главный посыл отчета губернатора. К примеру, увеличились доходы края, как доказательство эффективной работы правительства. С точки зрения показателей бюджета, пожалуй, главное, что нужно отметить по итогам прошлого года, собственные доходы консолидированного бюджета выросли на 20 миллиардов рублей. Сразу на 20 миллиардов рублей. Почти 18 процентов. Край пытается в целом улучшить качество жизни населения. Для этого разработали стратегию развития. Стратегия социально-экономического развития региона, принятая на период до 2035 года, так определяет нашу миссию. Быть ведущим агропромышленным регионом Сибири и Дальнего Востока, территории творческой и комфортной жизненной среды, территории, создающей инновации. А также стать регионом не только сильных людей, но и счастливых, по словам губернатора. Есть моменты, на которые нам следует обратить внимание. И главный, наверное, который звучал практически во всех выступлениях, это ситуация, связанная с доходами населения. В приоритете также ликвидировать кадровый голод во всех сферах. Сейчас не хватает почти 24 тысячи человек, причем не только рабочих. В частности, не хватает кадровых учителей. К сожалению, низкая остается заработная плата. Несмотря на рост, определенный рост, ну что такое там 30-40 тысяч рублей в современном мире, и заканчивает педуниверситет, работает по специальности. Это очень огорчает. При этом на социальную поддержку жителей выделили в 2023 году почти 59,5 миллиардов рублей. И это на 36% выше, чем в 22-м. Большая часть этих средств из Государственного социального фонда. Миллиард с лишним выплатили по социальным контрактам. А почти 167 миллионов направили в помощь ветеранам боевых действий и детям войны. Мы взяли на себя ответственность и за помощь нашим братьям, которые живут на освобожденных территориях, ставших теперь полноправной частью страны, частью России. Славяно-Сербский район Луганской Народной Республики – это, можно сказать, наш 70-й муниципалитет. Валовый региональный продукт вырос почти на 6%. За прошлый год край заработал триллион рублей. Крупный бизнес в стране и крае справляется с современными вызовами, выдерживает давление санкций и учится ориентироваться в эпоху перемен. К примеру, завод «Ротор» запустил производство изделий для космической отрасли. Раньше такую продукцию в регионе не делали. Те цифры, которые мы сегодня увидели, это, безусловно, социально-экономическая составляющая, которую мы смогли удержать. И в первую очередь огромное спасибо за это нашим землякам, жителям Алтайского края, потому что они решали за это время нетривиальные задачи, как в бизнесе, так и в социальной сфере, перестраивая свои производства на новую компонентную базу, закупая новое сырье в дружественных странах. На сегодняшний день мы представлены в 63 регионах России, также Беларусь, Казахстан и Монголия с этого года. То есть мы строим первый элеватор в Монголии, это тоже такой серьезный прорыв. Расходы бюджета по сравнению с прошлым годом выросли вместе с доходами. Деньги направляли и на развитие культуры. Успехи можно отметить и по локальным дорогостоящим проектам, таким как модельные библиотеки и по показателям посещаемости культурных мероприятий. Плюс 15,5% к показателям 2022 года. Похожая статистика в сфере здравоохранения, но радует меньше. Больниц с современным оборудованием недостаточно. Пока отличилась одна 14-я поликлиника. Зато увеличилось число операций и госпитализаций. А с прошлого года действует закон о поддержке кадров в медицинской сфере. И сегодня он действует, он с деньгами, там полтора миллиарда рублей. И мы сегодня видим уже реальное выполнение действия этого закона в виде того, что у нас сегодня в кадровом обеспечении, если по врачам смотреть, то у нас прирост за 2023 год 94 доктора. У нас стабилизировалась ситуация по средним медицинским работникам. Судя по докладу губернатора, край развивается и как туристический центр. Белокуриха конкурирует с курортами соседнего горного Алтая. Однако новым вызовом стала ситуация с экологией в городах из-за твердых коммунальных отходов. В ближайшие годы в регионе должны построить пять мусороперерабатывающих комплексов и полностью ликвидировать переполненные сегодня свалки. Задач, которые еще предстоит решить, достаточно. А сегодня основная часть депутатов – 50 человек. Отчет губернатора поддержала. Против проголосовали 14 человек. Дарья Ярошина, Дмитрий Денисов, Будни. И к другим темам. К 1 мая фонтаны Бийска будут готовы к работе. Подготовка к запуску уже началась. Специалисты расконсервировали фонтаны на Петровском бульваре и в парке Прибрежный. Не помешали работникам даже минусовые температуры на улице. Особенность этого гидротехнического сооружения в его расположении. Фонтан в парке на Зеленом Клину расположен в низине. В его чаше собирается и дождевая, и талая вода. Она несет с собой песок, землю. За зиму в чаше скопился слой грязи толщиной в 5 сантиметров. Для очистки пришлось задействовать тяжелую технику. После уборки специалисты приступят к проверке технического состояния и установке снятых на зиму деталей. Форсунки и мотор, сложные инженерные элементы зимовали отдельно. Первый пробный запуск состоится, как только детали займут свое место. Успешно прошли расконсервацию уже два сооружения. В ближайшие дни займутся фонтанами на бульваре Вали Максимовой и у городского дворца культуры. Все эти фонтаны обслуживает одна организация по муниципальному заказу. Она же будет обслуживать фонтаны до 1 октября 2024 года. Каждые две недели очищать от накопившейся грязи, следить за исправностью технических элементов и декора. Запустят фонтаны совсем скоро. При этом напоминают, что они не предназначены для купания. На фонтане можно любоваться, смотреть красотой его. Купаться в нем категорически нельзя. Это административное правонарушение. И вода в фонтане у нас циркулирует одна и та же. Она без фильтров у нас. Вода с добавлением химии. То есть купаться категорически нельзя. Единственный фонтан у нас, расположенный на площади городского дворца культуры, он идет у нас с элементом фильтрации. То есть там вода почище, но купаться тоже нельзя. А теперь немного рекламы. Не переключайтесь. Встречайте весну вместе с нами. В Ермаке новая коллекция курток и ветровок со скидкой 30%. Митрофаново, 35, остановка вокзал. На период путины в Хабаровский край требуются специалисты по обработке рыбы и икры, рыбообработчики, наладчики, рифмушинисты, рыбаки, водители. Телефон 8-960-959-3-2-0. Всегда свежий корма для всех видов животных напрямую от производителей. Отдел корма в магазине «Строймира» на Яминской, 40 приглашает за покупками. Всегда в наличии корма не только для крупного рогатого скота, свиней, кур, но и для гусей, индюшек, перепелов, кроликов, а также собак, кошек и даже попугаев. Универсальные варианты и полноценные линейки продукции от производителей для правильного питания животного с самого рождения. Поставка товара любого объема, погрузка и доставка по Алтайскому краю. Широкие ассортименты других товаров для животных, а также продукты питания действуют акции. С 19 апреля по 4 мая при покупке от 3000 рублей килограмм муки в подарок. Совершайте выгодные покупки со скидками по карте «Строймир». Подписывайтесь на телеграм-канал Отдела, следите за акциями и участвуйте в розыгрышах. Карма на Яминской, 40 ждут вас. Территория «Строймир». Много слухов, а нужны факты? Следите за новостями на сайте Бийского рабочего. Полная картина каждого дня. Эксклюзивные и оперативные материалы. Биорг.ру. Новости в режиме онлайн. Редактор субтитров А.Семкин В эфире «Будни» мы продолжаем. 2 мая истекает срок подачи декларации на доходы физических лиц. И если чаще всего такие налоги оплачиваются автоматически, то в ряде случаев декларацию придется заполнить самостоятельно. При этом представить налоговую декларацию можно как в электронном виде, так и принести лично в инспекцию или многофункциональный центр, а также через почтовые отправления. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Чаще всего налог на доходы физических лиц оплачивается автоматически. Суммы удерживаются из заработной платы. При этом есть несколько причин, когда граждане должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по форме 3НДФЛ. Отчитаться о полученных в 2023 году доходах необходимо не позднее 2 мая 2024 года. Продекларировать свои доходы необходимо в случае продажи имущества, в случае получения дорогих подарков не от близких родственников, выигрыша в лотерею, а также сдачи имущества в аренду. Кроме того, продекларировать свои доходы необходимо предпринимателям, нотариусам и адвокатам. Бичане, которые представляют налоговую декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов, стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья, могут сделать это в любое время года без каких-либо санкций. На странице можно ознакомиться с информацией по представлению декларации по доходам 2023 года. Кроме того, через страницу можно перейти в личный кабинет налогоплательщика, заполнить декларацию онлайн. А также скачать программу для заполнения декларации. Если вы декларируете и налоговые вычеты, и доходы за 2023 год, срок подачи декларации не позднее 2 мая 2024 года. Существуют исключения. Это категория граждан, у которых отсутствует обязанность по предоставлению декларации. Список исключений размещен на промо-странице официального сайта налоговой службы «Декларационная компания 2024». Оплатить исчисленные налоговые декларации налог на доходы физических лиц необходимо не позднее 15 июля. Нарушение сроков подачи декларации уплаты НДФЛ может повлечь при лечении к ответственности в виде штрафа, начисления пении, а также взыскания задолженности через суд. Декларацию можно предоставить онлайн, лично в налоговую, через МФЦ, а также по почте. Задать интересующие вопросы можно с помощью сервиса «Чат-бот» для физических лиц, по телефону единого контакт-центра и телефоном инспекции. Ксения Цапкова, Евгений Казанцев, Будня. Побеждай, действуй, мечтай. В Бийске прошел региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Основная площадка соревнований в Наукограде – Бийский промышленно-технологический колледж. В чемпионате приняли участие 152 конкурсанта – школьники, студенты, специалисты. Всего 19 компетенций – администрирование баз данных, выпечка хлебобулочных изделий, швея, поварское дело, изобразительное искусство, предпринимательство, парикмахерское искусство и другие. Одновременно с Бийском соревнования проходили и в Барнауле. Победители регионального этапа смогут принять участие в национальном чемпионате «Обилимпикс», который пройдет в Москве в октябре. Напомним, чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке организации «Россия – страна возможностей». Одним из партнеров мероприятия выступил фонд социального содействия Александра Прокопьева. Пришло время рассказать о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Гемотест». Анализы на гормоны в лаборатории «Гемотест» по выгодной цене. Проверка обмена веществ, общего и репродуктивного здоровья. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Весна. Гормоны в расцвете. Анализы на гормоны в «Гемотест». Проверка щитовидной железы. Обмена веществ мужского и женского здоровья. 26 апреля в Бийске будет ясно. Ветер северо-восточной слабый. Атмосферное давление очень высокое. А вот влажность воздуха с обеда и до вечера будет низкой. Возможно, небольшие колебания в геомагнитном поле Земли. Ночью еще холодно, минус один, минус три. А днем уже теплеет. Плюс восемь, плюс десять. Это все новости на сегодня. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за новостями нашего города. А также сообщайте о том, что вас волнует. Телефон редакции 313-507. Не забудьте посмотреть новую программу по улочкам Бийска, где расскажут о купце-миллионнике Михаиле Сычеве. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин